Добрый день! В эфире 12-го канала новости в студии Константин Лондон. Коротко о главных темах выпуска. Каждый день открывает новые возможности для сотрудничества. Омская делегация сегодня продолжает работу в Казахстане. Сможет ли наш регион стать главным российским партнером республики? Солидное прибавление в казне. Уже с этого года в третьих изменениях бюджет прибавил 2,6 миллиарда рублей. На что пойдут дополнительные средства, выделенные сегодня? Не сойдет ли орбита снова с траектории? По следам ЧП в парке 30-летия в ЛКСМ съемочная группа 12-го канала провела свое расследование и экспертизу. Безопасно ли кататься на аттракционах в Омске? Все выше и выше и выше, чтобы космос лучше слышать и видеть. Попытка выйти в горы первая не уничал с успехом. Как исследования омского ученого могут вывести российскую космическую науку на новый уровень? Пока одни ястребы улетают, другие ставят рекорды за океаном. Авангард могут покинуть несколько ключевых игроков. Алья Михеев удивляет своими результатами в НХЛ. Власти Павлодара готовы помочь с развитием грузоперевозок по РТШУ. Об этом сегодня на встрече с омской делегацией заявил Аким Абылкаирскаков. С нашей стороны есть предложение построить перечальную стенку, которая поможет партнерам из соседнего государства существенно снизить затраты на логистику. Сейчас, чтобы доставить щебень на правый берег, где находится речной порт, нужно делать круг в обход Павлодара. Строительство перечальной стенки на ревобережье решит этот проблемный вопрос. Но есть нюанс. Омские специалисты не могут приступить к монтажу, так как на работы в пойме, она считается природоохранной зоной, нужно разрешение Минсельхоза Республики Казахстан. Местные власти заверили Александра Буркова, что постараются урегулировать вопрос. Показали омскому губернатору и мясоперерабатывающий комбинат. Здесь также договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. На предприятии собираются открывать молочную ферму, поэтому нуждаются в высокоудойных коровах. А мы, в свою очередь, заинтересованы в племенном скоте. Итоги трехдневного визита омской делегации в Казахстан подведем в вечернем выпуске в 19.30 на 12 канале. Безопасны ли карусели в омских парках? Вопрос. Этот остров стал после ЧП с аттракционом «Орбита». Напомню, инцидент произошел на прошлой неделе. В результате два человека обратились за медицинской помощью, но после осмотра все-таки были отпущены. В мэрии уверяют, что данный случай единичный. Исправность карусели сотрудники парков проверяют ежедневно. Проводится и независимая экспертиза. Свою проверку провела и съемочная группа 12 канала. Устарить аттракционы, говорят в администрации парка, не успевают. По правилам, оборудование, установленное после 2018 года, имеет определенный срок годности – 5 лет. После – списание. Кроме ежедневных проверок, говорят специалисты, все проходят и дополнительный техосмотр. Раз в две недели и раз в месяц. Ежедневный осмотр – это в основном визуальный. То ТО-1 техники приходят, просматривают агрегаты, электрооборудование, ТО-2 еще более подробно. Ну а межсезонное – это раз в год, это полное обслуживание. То есть полное, что готовят. Пробные циклы делают, проверяют, ставят нагрузку в зависимости от документации. Проверили их и перед началом этого сезона. Пару недель назад, как только установилась теплая погода. Не было неисправностей и 14 апреля. Тогда «Орбита» сошла с траектории. Аттракцион поднял пассажиров выше обычного и облил их машинным маслом. Из строя вышел гидроцилиндр. Это было очень интересно, потому что сверху людей хлистали ветки, а снизу их поливало маслом. Масло, кстати, было не горячее, оно было комнатной температуры. Ребенок вообще не испугался вообще. Она довольная вышла. Наверное, как-то дифференцированно. Мы будем продолжать кататься. Проверить плавность вращения как сидений, так и платформы, высоту подъема и работу механизмов. Каждый день за несколько часов до открытия парка его сотрудники выходят в рейд по техническому состоянию аттракционов. Именно они и дают добро на запуск. В тестовом режиме включают карусели, проверяют мотор, электронику, датчики. Свою оценку раз в год дают и независимые эксперты. Приезжает новосибирская компания, которая проверяет на работоспособность и продлевает службу аттракционов. В этом году аттракционы все работоспособны. Перед тем, как прокатятся первые мячи, финальный запуск делает контролер. И только потом вход открыт. Большая часть аттракционов новые, а те, которые проходят проверку не первый год, постоянно обновляются. В них меняют детали, подвижные механизмы, кабины. Главный критерий – безопасность. Внешние данные тоже имеют значение. Карусели для детей родители стараются выбирать поновее. Я люблю гадать на машинках. Естественно, обращаем внимание. То есть стараемся все-таки на более новые аттракционы, чтобы детям было интереснее. В новом сезоне не прошли техосмотра около 10 развлекательных конструкций. Батуты, электрические машинки и две карусели. Это вертолет «Буря» и Большой каньон. На их месте появятся новые современные аппараты. Еще три аттракциона установят частники и передадут на содержание парка. Что произошло с орбитой, сотрудники не строят предположений. Чтобы установить истину, нужно перебрать весь механизм. Говорят одно – орбита – самый популярный аттракцион. В очередь выстраиваются десятки человек. Поэтому работать зачастую приходится практически без перерыва. Сейчас карусель полностью остановлена и опечатана. Проверку начали прокуроры и следователи. Запустить ее вновь в парке 30-летия в ЛКСН смогут только после выяснения всех причин инцидента и устранения неполадок. Анастасия Вишова, Виктор Осинцев, 12 канал. Полицейские устанавливают личность мужчины, тело которого обнаружили в городке нефтянников. Останки находились в одном из коллекторов в распоряжении 12 канала. Сегодня оказалась видеозапись, на которой спасатели и полицейские извлекают труп мужчины из колодца. Как рассказали в пресс-службе УМВД, по предварительной информации, возраст погибшего от 45 до 50 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Причину гибели сейчас выясняют эксперты. Не исключено, что это мог быть бездомный. К другим темам бюджета Омска увеличился еще на полмиллиарда рублей. Часть этих средств пойдет на строительство нового детского сада. Сегодня поправки к главному финансовому документу приняли в городском совете. Впервые за два года заседание парламента полностью прошло в офлайн-формате. На экране депутаты видели информацию по всей повестке. Это сократило время обсуждения и принятия решений. Так, дополнительные средства направят на строительство нового детского сада и благоустройство домов. Преобразятся и остановочные комплексы. Они будут удобны для людей с ограниченными возможностями здоровья. На это выделят 20 миллионов. Еще на 260 построят дом для мечей, которые ожидают расселения. Уже с этого года в третьих изменениях бюджет прибавил 2,6 миллиарда рублей. А на этих изменениях мы 570, чуть больше миллионов рублей добавили в бюджет, которые будут направлены на то, чтобы построить жилой дом для тех помещений, которые признаны аварийными и подлежат расселению. Обсудили в Горсовете установку памятного знака у мемориала военным медикам, спасавшим жизни в годы Великой Отечественной. В Парке Победы появятся данные о госпиталях, принятых эшелонах, раненых и больных, которые прошли через Омские больницы. В регионе начали подготовку к Агроомску-2022. Он пройдет с 25 по 31 июля. В этом году мечи смогут посетить ярмарку сельхозпроизводителей, что называется, вживую. Два прошлых года из-за коронавируса выставка проводилась в дистанционном формате. Документ о подготовке к Агроомску-2022 подписал исполняющий обязанности губернатор Валерий Бойко. Уже сформирован Оргкомитет. Ему поручено привлечь к участию российские и зарубежные сельхозорганизации и производители техники. И ярмарка уверены организаторы, поможет фермерам начать реализовывать собственную продукцию в больших объемах. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску новостей. Смотрите в 19.30. К нацпроекту «Производительность труда» сегодня присоединилось еще одно предприятие Омской области. Компания – один из лидеров агропромышленного сектора региона. Федеральные эксперты помогут снизить издержки и превратить молочную ферму в бережливое производство. Выигрыши будут все. И работники им планируют повысить зарплату, и потребители продуктов, и даже сами коровы. Им улучшат условия содержания. Все подробности у Дениса Жаркова. Опаленная Сталинградом в Омске создают историческую диораму, посвященную боевому пути 308-й стрелковой дивизии Гуртева. Она была сформирована на базе Омского общевойскового командного училища имени Фрунзе, позже ставшего корецким горпусом. Каждая фигурка на миниатюрном поле боя размером не больше 5 сантиметров. Именно многих героев хорошо знакомы о мечам. У Тилов Матвей, то есть вот его фигурка, еще раз говорю, он пока не готов, то есть он, когда нашли его, по крайней мере, он лежал на животе, вот с зубами, сжав вот эти вот провода. Ранен, соответственно, он перед этим был в плечо и в руку, поэтому физической возможности соединить кабель он не мог. Диорама состоит из четырех модулей. Каждое это место, где был совершен человеческий подвиг. Подробнее в вечернем выпуске в 19.30. Сжалились над матерью-одиночкой. Омский областной суд принял неожиданное решение смягчить приговор одной из женщин, которая пытала полуторагодовалого малыша в КНБАЕ. Служители Фемиды ознакомились с материалами уголовного дела и приняли во внимание семейное положение женщины. Она в одиночку растит пятерых детей. И не поддержали сторону обвинения. Прокуратура требовала ужесточить приговор, который зимой вынес Таврический суд. Скандал, я напомню, разгорелся больше полутора лет назад. 21-летняя Евгения Кобильская вместе с подругой Гульмирой Букеновой пытала своего сына. Женщины морили ребенка голодом, связывали бельевыми веревками. В декабре мать мальчика приговорили к 4 годам заключения, а ее многодетную подругу к 3 годам и 9 месяцам. Но с отсрочкой, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Но по итогам операционной жалобы Букенова проведет за решеткой только 3 года. Приговор Кобильский областной суд оставил без изменений. Амичей просят воздержаться от посещения парков и скверов. Их начинают обрабатывать от клещей. Уже сегодня аккорицидную обработку проводят в парке 30-летий ВЛКСМ. В садах Сибири имени Кирова в пятницу работы продолжатся на территории Советского парка. В течение ближайших двух дней амичам советуют воздержаться от посещения этих зон отдыха. Добавлю, что в этом году из-за аномально теплой погоды клещи активизировались раньше срока. С жалобой на укусы в больницы региона обратились почти 80 человек, 35 из них дети. Амичи смогут добраться до Казахстана на автобусе «Омскоблавтотранс» впервые за два года. Возобновляет международные рейсы в соседнюю республику. Они стартуют уже 22 апреля. На этот день запланированы сразу два рейса. До Павлодара стоимость билетов обойдется в 1400 рублей. За проезд до Петропавловска придется заплатить 550. Оба рейса будут ежедневными. Также с 23 апреля начнут курсировать автобусы до Кокшитау. Они станут отправляться от Омского автовокзала через день. Цена поездки составит 953 рубля. Также с сегодняшнего дня возобновляется железнодорожное сообщение с Казахстаном. Правда, пока будет курсировать всего один поезд от Ирау Астрахань маршрут Крыганда. Омск начнет работать лишь в июне. Добавлю, для въезда в соседнюю республику потребуется отрицательный ПЦР-тест. Услышать космос омский ученый-изобретатель Сергей Сорокин вернулся из экспедиции в Дагестан. Там он искал место для строительства мощного радиотелескопа. Это масштабный проект Российской Академии наук, который выведет наблюдение за космическими объектами на новый уровень. Подобных телескопов в мире всего несколько. Почему Дагестан, а не, к примеру, Омск? Успешно ли прошла экспедиция? Над какими еще интересными проектами сейчас работает омский эксперт? Узнал Денис Жарков. В город Дагестан Амича Сергея Сорокина провела система спутниковой навигации. Площадку для будущего телескопа российские ученые еще давно объехали всю страну. Даже на Шпицберге они были, но безрезультатно. Строить нужно там, где повыше и по суше, чтобы приходящие из космоса радиоволны не рассеивались в атмосфере. Тогда ученые вспомнили, что системы GPS и GLONASS позволяют определять содержание водяного пара в воздухе. Анализ данных показал. Идеальная точка находится в Дагестане, возле древнего селения Чирак. Туда и отправился Сергей Сорокин вместе с напарником, сотрудником Булковской обсерватории. Когда мы туда приехали, разразилась жуткая буря, которая буквально полтора месяца назад завалила всю Европу, Москву, в том числе снегом. Мы попали в эту бурю. И попытка выйти в горы первая не уничала с успехом, потому что ветер был порядка 30 метров в секунду. То есть это ветер, на котором ты ложишься просто на ветер и идти не можешь, потому что тебя сдувает. Вторую попытку Амичи опытный альпинист предпринял уже в одиночку. И она была более успешной, хотя дойти до самой вершины горы, это отметка 3700 метров, не удалось. В такую погоду было слишком опасно. Тем не менее, рекогностировку провести удалось. Кроме того, путешественники оставили под горой оборудование, которое теперь будет собирать информацию и отправлять ее московским и петербургским ученым. Это позволит решить, строить радиотелескоп здесь или продолжать поиски. В целом, по словам Сергея Сорокина, на реализацию проекта уйдет около 10 лет. Он будет иметь огромное значение для всей мировой науки. Ведь радиотелескопы объединяются в своего рода сеть. И чем их больше, тем точнее наблюдение за звездами. Представляете себе, 22 метра зеркала, которое стоит в горах, в сложных условиях. И точность вот этого чаши, зеркала, десятая, а то и сотая доля миллиметра. Причем это зеркало еще и активное. То есть оно состоит из сегментов, которые электродвигателями изменяют свою геометрию и, соответственно, позволяют более точно наблюдать за звездами. Самый большой радиотелескоп в мире был построен в СССР еще в 70-е. Это Ротан-600 в Карачаево-Черкесии. Число 600 – это диаметр в метрах. По кругу установлены вогнутые пластины, лучи от которых фокусируются на специальной вагонетке, которая ездит по центру. Усовершенствовать работу этого оборудования – еще одна задача, над которой работает Амич. Его компания выпускает приборы для высокоточного позиционирования. Необходимо с высокой точностью позиционировать эту вагонетку. А мы занимаемся как раз высокоточной спутниковой навигацией. И мы хотим спутниковыми методами попробовать с точностью до миллиметров определить положение этой вагонетки, чтобы улучшить качество наблюдения за звездами. В ближайшие недели Сергей Сорокин снова собирается в экспедицию. На этот раз на Камчатку. 8 лет назад там произошло извержение вулкана Плоский Толбачек. Землетрясение почувствовали даже в Москве. В это время Амич находился в 50 километрах от эпицентра. Изучал движение тектонических плит с помощью специального оборудования. Один из приемников так и остался на Камчатке. Собирать данные для Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Академии наук. Сейчас пришла пора его заменить. И заодно изучить состояние. Ведь все эти годы прибор умудрился проработать в крайне суровых условиях. Это влажность, перепады температур и соленый ветер, который буквально съедает всю электронику. Денис Жарков, Андрей Кузьмин, 12 канал. И о спорте. Авангард теряет игроков. Не успели ястребы прилететь в Омск. От стая уже отбился один нападающий. Как заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков. Центрфорвард Николай Прохоркин не захотел подписывать новое соглашение с Авангардом. Хотя ему были предложены хорошие условия. Не исключен вариант, при котором еще один нападающий центральной линии Кирилл Семенов также станет игроком другой команды. Также отметим, что еще у двух центров Авангарда Корбана Найта Ильи Каблукова истекают сроки контрактов уже через 10 дней, 30 апреля. Кто о контракте пока точно не думает, так это Илья Михеев, нападающий Торонто Мэйпл Ливс, воспитанник Омского хоккея. Уже установил два личных рекорда результативности за океаном и продолжает улучшать их с каждым матчем. Форвард забросил уже 18 шайб, больше, чем за два прошлых сезона в сумме. А также превзошел собственное достижение по набранным баллам. Сейчас в активе Экс-Ястреба 28 очков. Свою копилку игрок пополнил сегодня ночью в игре против Филадельфии. Михеев сначала сделал голевую передачу, а затем поразил пустые ворота соперника, установив окончательный счет 5-2 в пользу кленовых листьев. Далее прогноз погоды, но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их, но по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра 21 апреля в городе Пасмурно возможен небольшой дождь. В ночные часы 0, минус 2. Днем потеплит до плюс 6. В районах пасмурно-мокрый снег. Ночью 2 градуса тепла. Днем плюс 1,3. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в 19.30 на 12 канале.